Аллилуйя! Заработал эфир! Каждый раз это какой-то квест, честное слово. Подключи, отключи, выключи, переподключи, перегрузи. Это что такое? Наконец-то! Такой важный сегодня эфир, классный будет. И он должен работать без сбоя. Но это 100% так, правильно? Правильно. Значит, о чем сегодня эфир? Мы сегодня говорим про девушек Сайз Плюс. У меня две героини. Одну зовут Наташа. Пожалуйста, вот она, красавица наша, Наташа. И вторая у меня Ника, Вероника, иди сюда. Вероника, Вероника, а мы можем возраст называть или нет? Здравствуйте. Так, Вероника, сколько? Копейки какие-то, вообще ни о чем. Детем малое. 23 и Наташа, сколько тебе? 40. Смотрите, как классно, какой у нас разброс. Значит, дальше по очереди буду показывать. Сначала Нику покажу, да? Давай, Нику покажу. Значит, у нас какая ситуация? У нас обе девушки 50-52, но я знаю, что в Сайз Плюс эти фигуры совершенно разные могут быть. И у кого-то 52 вот здесь, вот как у Ники по талии в основном 52, а ножки здесь худенькие, стройненькие. Отойди подальше, вот так, чтобы длинно было, да? Вот у нее вот здесь худенькая, а вот тут вот пошире. А у Наташи, у моей совсем по-другому. У нее, а, и грудь у Ники поменьше. А у Наташи раскошенная грудь. И вот она сейчас просто в платье Ксеника есть, и не видно вообще твоего размера, где он. Кто поверит, что ты 52, скажи. Вот, у нее вот здесь. Видите, полочка какая красивая? Добротная красота. Вот, и еще у нее вот здесь сосредоточено, вот на ножках. И у нее вот здесь 52. А талия узкая, красивая. Вообще талия у нее там, не знаю, 50-48, даже, наверное, 48. И поэтому мы сегодня будем разные подходы показывать на двух девочках. Совершенно разные, да, совершенно разные подходы. Значит, одной будем корректировать. Не то, что большая грудь, это круто. Просто будем облегчать верх, подчеркивать талию. И второй будем подчеркивать талию. И облегчать ее, делая ее еще более узкой, добавляя плеча. И то, и другой девочке нужно будет добавить плеча. Потому что, когда у нас чуть покатые плечи, вот смотрите на Микки, она специально здесь подплечничек вставляет. Потому что, если мы вот это плечико убираем, то сразу они становятся кругленькими, мои девочки. А кругленькими, такими пышненькими. А когда мы добавляем углов, то девчонки становятся сразу более структурными. И вот, что касается большой груди, то тут тоже два красивых кругляшка таких, так назовем их пускай, ладно? Да, две красивые тут вот, ну не знаю, ну... Тыковки. Тыковки. Юля, ну ты тоже, конечно, подскажешь. Вот, конечно, ну и фантазия. Вот. И их нам тоже нужно немножко геометрическую форму упаковать, чтобы тоже вот все не было кругленьким. Когда у нас все кругленькое, вот личико кругленькое, например, да, плечики, ручки кругленькие, талии кругленькие, бедрышки кругленькие, груди кругленькие. В этом случае мы смотримся вот все кругленькие. Поэтому мы будем девчонкам заострять. Вот красивый у Наташи подбородок остренький такой, вот, заостренный. Здесь V-образный вырез заостренный. Здесь у нее отстрочки геометрическая форма, несмотря на то, что тут все-таки у нее в лесе штучки, как называют, похрома металлическая, все равно более структурное платье, потому что оно отстрочено. Здесь у нее ремень, да, и дальше продолжается линия для того, чтобы тоже структурировать и немножко разбивать вот эти круглые формы. Так, Наташечка Сверднюк показывает. У Ники тоже, смотрите, структурная геометрическая форма выреза, да, здесь у нас угол острый, здесь у нас плечо, здесь у нас остальное все мы будем корректировать. Короче, дальше я все показываю на тебе, ладно, вот сейчас. Значит, мы что будем корректировать? Во-первых, смотрите, девочки, я поднимаю вот так чуть-чуть, вот у нас так талия, как она носит, как она пришла. Смотрите, я чуть-чуть поднимаю, делаю вот так, и талия становится уже, хотя я ей ничего не затянула даже. У нее сзади, вот смотри, повернись бочком, сзади вот столько, видите? А вот это столько надо вот так прижимать, ремнем ли, подтягивать, чтобы был красивый переход. Дальше смотрим сзади на попку, вот тут вот, да, полукруглый у нас вырез кокетки, он не острый, а нам нужно заострить. Я сейчас покажу, как это должно иначе выглядеть. Видите, тут полукругленькая, тут дальше кармашки большие, во всю ягодицу практически. Какая наша с вами задача сделать эти кармашки чуть меньше, чтобы не расширять попу? Нам нужно сделать попу менее плоской, потому что вот так она выглядит плоско, большие карманы во всю ягодицу, вот эта вот штука тоже вся круглая, а нам надо заострить эти формы и карман сделать чуть меньше. Маленькие тоже нельзя, слишком большие расширяют попу, нам нужно что-то среднее, мы это среднее сегодня найдем и максимально завозим талию, потому что когда вот тут не структурно, вот я на талии покажу даже вот, когда вот тут вот не структурно, соответственно, и талия размазалась, когда вот тут чуть более структурно раз, подтянули на правильное место, сделали, прижмусь к тебе немножко, видите, и талия сразу красивая, и переход от талии к плечу тоже роскошный. Вот этим мы и займемся. Иди надевать джинсы свободные, структурные, и я покажу тебе, как это выглядит. Так, сверху футболку тогда, да, Вероника? Все. Так, здесь, значит, мы сейчас попробуем... Подальше делаем шаг назад. Значит, тут мне все нравится, смотри, интересно, что я бы тебе чуть... Иногда бы вот так делала, ну, облегчить немножко руку, да, и я вам покажу, я сейчас покажу какие-то стилистические приемы, которые мы можем использовать, чтобы облегчить фигуру, делать ее более такой... Легкой, воздушной. Так, погнали. Значит, мы с тобой сейчас, давай. Я вот покажу, смотрите. Наташа завела себе классных пудрей, надела строгое платье, и тут она как бы женщина, 40 лет. Я хочу сейчас убрать эти 40 лет, потому что 40 лет, вот мне 38, я вообще себе не ощущаю на 40, ну, примерно на 25 мы ощущаем, не знаю, как ты, но я на 25. Давайте попробуем сделать фигуру, скажем, более такую девичью, более молодежный стиль, и вот эти вот кудри, которые нам чуют, ну, они красивые, потому что ничего не говорю, но они все равно у нас немножко взрослят. Мы их чуть-чуть прикудрим, прикроем. Давай прям самый первый, радикальный наш вариант. Самый радикальный. Нет, не самый, начнем с платья. Надевай платье, мы сначала с туфлями и жакетом, а потом мы его в более молодежный вариант обыграем, как мы и договорились. Все, я сейчас читаю пока ваши вопросики, передаю всем приветики, вот, и девочки все от 50-го размера, ну, и в целом, у кого есть где большая грудь, например, широкие бедра, я сегодня покажу вам, как это все красиво упаковать. Я работаю до 52-го размера в бренде, в моем есть одежда, поэтому девчонкам, которые чуть больше, например, ну, для них есть магазины, вот, недавно мы только... О, я вторую сережку забыла надеть. Юля, можешь мне... Ладно, я сейчас... Можешь сумку мне вон, думаю, принести? Там у меня вторую сережку и в одной серге веду. Нормально вообще. Супер, красиво. Вот. У меня сегодня дедушкин стиль, Grand Pacor, очки деда, рубашка деда, штаны деда. Ну, все, деда, кроме кеда. Скажешь поджать? Давай. Какой-то очки. Помнишь, как будто у продавца очков из мема? Я не помню. Я не помню продавца очков из мема. Сейчас я вторую сережку девчонке надену, свои огромные сумки отыщу ее для начала. Сейчас, секунду, одну секунду, сейчас, секунду, сейчас. Покажи туда. Это смешно. Ну, покажи, это смешно. Вот, Ксюша, смотри, на кого ты похожа. Мы обязательно даваем это вариус. Так, девочки, это как у Агнии Бартова, мы тебе не дурачки, не нужны тебе очки. Так, и у нас с тобой сверху что было? Джинсовая куртка. Да. И еще прихвати с собой, пожалуйста, юбочку нашу красную. Ага, все, пойдем. А, обувайся, обувайся. Да-да-да-да. Все, сейчас начинаем. Девочки уже почти готовы, и я сейчас почти готова. Сегодня у меня прическа. Укладка не удалась, потому что влажность в Москве высокая, а у меня кудрявые волосы. Как только я вытянулась, все равно один фиг, все. Так, а что это эти красные? А, кеды у нас там. И вообще-то, ну, дело-то не так. Надо туфли и жакет сначала, а потом вот эту молодежную историю. Хорошо. О, супер, все, отлично. Так, итак, значит, первая у нас Ника. Ника, отходи подальше чуть-чуть, чтобы тебе видно было в полный рост. Значит, что мы тут сделали с Никой? Мы добавили джинсы на чуть более высокой талии. Сюда хотелось бы ремень добавить, какой у нас есть по цвету ремень. Тут черный был, да? Да. Несли, ну, все. Давай. А, погоди, не надо, у нас же вот есть штукенция. Штукенция-то у нас есть, я забыла про нее. Итак, значит, смотрите, девчонки, вот это первый вариант джинсов. Они похожи немножко на те, которые были на Ники, потому что у них тоже не слишком ярко выражена кокетка. Ну-ка, спину-ка, поднимись, пожалуйста. Вот, здесь чуть поменьше карманы, но кокетку хочется еще острее. Смотрите, в профиль какая у нас история здесь. Значит, в профиль нам нужно немножко скорректировать здесь животик и добавить изгиб на попке. Вот хочется вот этот перегиб сделать побольше, чтобы не было вот так плоско. Поэтому мы берем вот эту штуку, ну и бедра чуть скорректировать за узик. Мы берем вот эту штуку сейчас. Это вот, может быть, рубашка, кстати говоря. Но у нас есть специальная штукенция, которая вот так повязывается. Смотрите-ка, раз. Еще не этот красный. Сюда продеваем мы. И сюда продеваем. И застегиваем. Дышишь так? Да-да. Раз, все. Застегнули. Из бочков мы с вами добавили вертикаль. Вот. И дальше у нас с тобой еще была... Смотрите, вот. Подальше отойди чуть-чуть. Вот мы добавили вертикаль. Давай покрутимся. Мы можем снять джинсовку, чтобы вам показать, как это выглядит. Давай джинсовку пока снимем. Я объясню сейчас, как дальше мы будем действовать. Смотрите. Вот у нас вертикаль есть. Цвета мы ее добавили, прикрыли чуть-чуть с бедра и закрыли попку. Вот. Сделали ее чуть более аппетитной и вкусной. И дальше наша задача теперь сбалансировать это с верхом, да. Нам нужно сюда добавить что-то для цветового акцента. И мы добавляем специальную курточку до талии, чтобы талия у нас продолжала акцентироваться. Раз. Добавили. И смотрите, что мы сделали здесь. Здесь у нас красивый переход. Смотрите. Раз. Видите, вот он этот переход. То есть у нас чуть выше талии или на уровне талии куртка. При движении она чуть поднимается. И мы это место затемнили и акцентируем. Таким образом, у нас есть плечо, которое чуть-чуть увеличено. Потом уменьшена талия, поскольку наша задача была заузить талию. И чуть-чуть я добавила здесь бедро и прикрыла плоскость. Вот эту плоскость небольшую. Теперь у нас здесь появился легкий объем. Теперь давай с тобой мы добавим кепочку и посмотрим, что получилось. Так, сейчас, секунду. Давай я тебе помогу. Так, и еще мы с тобой хотели серьги надеть сюда. Сейчас я тебе их выдам. Так, вот мы добавили кепку. Смотрите, кепку затянем чуть-чуть повыше. Не надо ее сильно натягивать на лицо, чтобы свет не загораживала вам она, чтобы все было красиво с ней и хорошо. Вот мы добавили так. Сюда давай серьги наденем вот эти. И мы еще сюда добавим, девчоночки, очки, например, что нет, солнцезащитные. Потом, следующий моментик, лайфхак. Вы смотрите, чтобы вот тут вот животик ваш сильно не пережимался, лучше не затягивать сильно ремень. Чуть-чуть его отпустить. У нас есть тут регулятор. Так, сейчас, секунду. Чуть-чуть добавим объема здесь. А то я знаю, некоторые прям затягивают по самой неболуице. Вот затянули, чтобы не передавали. Чуть-чуть подогнули и все. И не давят на животик. И смотрите, какая красотка. Хочешь, что сюда сумченского добавим? Угу. Важно, кстати, девочки, если у вас большая грудь, сами вы крупные, слишком мелкие сумки не используйте, потому что они на фоне мелких сумок вы будете крупнее смотреться. Должна быть средняя или крупная сумка, тогда все будет ок. Можешь пройтись, Вероничка, туда-обратно. Девочкам показать, что у нас получилось. Тут отогнули, смотри. И еще важный моментик, вот какой я хочу добавить. Смотрите, важно еще что. Если вы думаете, что у вас есть, допустим, какие-то килограммы, которые вам не нравятся или очень нравятся, кому как, если вы думаете, что привлекать к себе внимание и быть яркой, если вы не в 42-м или 4-м размере нельзя, то вы очень ошибаетесь, потому что, если вы яркая, стильная женщина, то вы в любых килограммах, в любом весе и размере будете смотреться эффектно. и идеально вот прям взять и минус 3-ки нам 3 размера сделать, ну, практически невозможно. Есть какие-то туристические приемы, но это прям очень сложно. Но выглядеть эффектно, стильно можно, и тогда никто не будет смотреть на ваш размер, все будут смотреть на яркую красотку. Все. Вот сейчас Вероничка яркая красотка. Надо ли нам добавить, например, очки? Давай попробуем. Ашкадя, погоди, давай вот эти, может. Вот такие добавим, с тобой. Ну-ка, давай. А эти тогда я тебе дам. Да, держи. Туфли красные у нас. Нет. Не нашла их? Не пропали. Оксана, дай, пожалуйста, прикупить. Ты в какой размер? Ну вот, смотрите, какая роскошная. Ой. А там, не помню, есть 38-й или нет. Владимирич, пройдись еще разок. Юля, снимай. Рил сняла. Рил сняла. А с очками сняла? Ну, давай, сняли. Ну вот. Ты что, роскошная девчонка, стильная. Вот эти. Ага. Так, а теперь смотри, как нам прикрыть, например, животик. Скажите, все же, живот все равно видать. Ну, я знаю, такие есть женщины, которые сильно заморочены на животе. Давай, снимай эту штуку и прихвати сюда сверху просто рубашку красную, там здесь, накинь ее просто на плеч. И все. Так, сейчас. Так, сейчас покажемся мы дальше. Нету красной рубашки. А тут не висит? Я не взяла. Оксана, дай красную рубашку нам 46-48, которая вон там висит. Да, эту пока сними. И мы сейчас на рубашку сверху накинем. Я сейчас покажу с рубашкой и без. Так, Наташ, тебе нужна какая-то помощь? Я все започула. Умничка. Все справилась, молодчина. Так, давай покажем рубашку. Спасибо. Так, иди сюда. Смотрите, следующий момент, который мы можем сделать, чтобы вот нам, когда мы поворачиваемся в профиль, вот животика не было видно, то мы берем вертикаль и добавляем эту самую вертикаль в виде жакета. А, кстати, огонь не вижу. Винный жакет еще, Оксана, можешь нам дать, пожалуйста. Так, сейчас я... Ну-ка, давай, накинь жакетик, во-первых. Итак, прикрываем животик, добавляем вертикаль, которая в профиль будет вот так в расстегнутом виде. Вот, раз, и все. Сочетание голубого, винного цвета выглядит ок. Да, вот, все, и, пожалуйста, вот такая красотка у нас получилась. И в профиль уже это все не видно. Вот так, вот так поворачивайся, вот, видишь, и раз, и все. И она свободно себя чувствует в нем, потому что он у нас не обтягивает сильно. Вот, и есть облегание, такое свобода облегания есть, поэтому выглядит прикольно. А еще, если мы добавляем вот этот акцент, смотри, мы добавляем сюда вот этот акцент. Вытягиваем по росту цвет винный. И уже у нас это такой менее, скажем так, фэшн, вернее, более фэшн образ, менее дипломатичный такой. И если мы еще вот так подогнем здесь, покажем акцентную обувь, что у нас тут, покажем, что у нас тут полоски винные, накедок, кроссовках. Тоже будет прикольно. Вот, полный рост. Так, все, давай теперь так делаем мы с тобой. Снимай вот этот жакет, надевай рубашку, и я пока покажу Наташу. Пойдем. Так, значит, что вы тут сделали? Наташа у нас деловая дама, мы сделали деловой образ, надели платье леопардовое, надели его в таком, ну, больше на выход. Давай снимем, покажем, как оно сидит. Значит, девочки, что важно понимать, когда вы выбираете платьев с принтом, если у вас сайз плюс. Это не должны быть огромные цветы, это не должны быть большие горохи какие-то, это не должно быть какой-то странный, это не должна быть странная, непонятная какая-то абстракция. В идеале, если он будет все-таки ревой, либо геометрическая форма, но только не горохи, либо горох может быть, кстати, неправильной формы, вот он будет нормально смотреться. Либо это все-таки анималистичный принт, и тоже он будет неравномерно. Видите, у нас по центру затемнение, сбоку чуть посветлее, вот он весь переливается, это раз. Во-вторых, ткань не должна облегать вас на 100%. Смотрите, чтобы вот так ткань немножко пружинилась, это значит, что покроена по косой, то есть лекалы кладутся не поперечно, ну, не по долевой линии, а по косой. Тогда ткань более эластичная, даже если она не тянется. Вот тут вот она эластичная везде, и поэтому полуприлегающие силуэты выглядят хорошо. Совсем прилегающие, не супер. Вот здесь у нас полуприлегающий силуэт, вот, и такая взрослая, красивая, сексуальная наша Наташа. Пройтись, пожалуйста, Наташ. Мы сделали цветовой акцент вот там, в туфлях, и показали красивые переходы талии, бедро, куда-то далеко ты прямо шла. Ну ладно, иди сюда к нам. Вот, и смотрите, теперь мы сюда добавляем, к примеру, базовый жакет. Раз, накинули. Вот, образ такой становится более деловой, да, из вечернего уходим в деловой образ. Туфли у нас поддерживают цвет. А теперь мы с тобой надеваем кеды и надеваем куртку джинсовую, а потом еще кепку. И это платье обыграем уже в новом стиле. То есть это платье не только вечернее. Сейчас мы это вам докажем. Пожалуйста, проходи. Так, пойдем, дружочек. Смотрите, вот просто мы накинули рубашку сверху, добавили вертикаль цвет. И здесь у нас разрезы сбоку. Для чего сделаны? Для чего? Для того, чтобы в движении мы понимали, что ноги отсюда начинаются. Потому что если мы, вот частая ошибка, очень девочка с Айс Плюс, мы носим все на выпуск, но из-за этого не видно, где у нас заканчиваются ноги и начинаются. Потому что все вот так, как бы чупа-чупс на ножки. Особенно у кого большая грудь, вот так все висит. И нет никаких намеков хотя бы на пропорции. А здесь у нас намек на пропорцию. Раз, вот длина ног. Мы акцентировали талию. Дальше здесь мы не стали застегивать, тоже акцентировали талию. Вот она рубашка так, но видно, откуда талия начинается. Дальше мы с вами не забываем, девочки, открывать немножко узкие части. Вот чуть-чуть подвернули здесь, чуть-чуть подвернули, ручки открыли, и все, пожалуйста, уже смотрит образ легче. Если возьмем мы, например, вот смотрите, какой у тебя рост? 169. 169. Если бы Нике нужно было там, ну, вытянуть рост, мы как бы его и вытянули, потому что мы цвет красный добавили вертикаль за счет кепки. Мы можем также альтернативный вариант, ну, дать тебе, например, кепку с джинсовую. Ну, это тоже будет прикольный, красивый акцент. Смотри, раз. И еще никаких цветочечков, мелких каких-то звездочек, гвоздиков, если гвоздики в 2-3 ряда, чтобы было заметно, да? Потому что все мелкое, у крупных девочек на этом фоне мы смотримся еще больше. Поэтому я ей дала хорошие такие серьги. Видите, они заметны очень даже. Все, вот. И давай пройдемся теперь. Все круто, ну, да? Роскошная девчонка. Так, теперь... Что мы там с тобой еще не делали? Джинсы. Джинсы. Джинсы, джинсы. Давай их надеваем. Так, все. Теперь пойдем сюда. Здесь у нас... Мы обыграли уже иначе совершенно образ платья. Внизу у нас кеды, кроссовочки. Кроссовочки с полосками синими под джинсовую куртку. Сверху накинули джинсовую куртку. Доделаем, да? Где-то у нас была темно-синяя... Темно-синяя... Кепка? Кепка. Вот она. Вот она. Вот она. Вот она. Давай, держи ее. И опять же, смотрите, я сейчас... Мы добавили кепку. Дальше, смотрите, простой приемчик. Вот очень все красиво, через чулок. Мы добавляем... Открываем ушко. Открываем ушко. Дальше добавляем сережки. Сейчас. А вот, Господи, как мои. Уже не будет. Давай. Добавляем серьги. И вот этот образ романтичной барышни немножко нивелируем. Немножко вот убираем вот эту излишнюю красоту, когда все кудряк-кудре, все такое аккуратненькое. Добавляем чуть-чуть раздолбайства. Все, сразу минус пять лет, семь, десять. У кого сколько? Не могу попасть. Не могу попасть. Ну что, вот там зеркало есть. Держи так. И какой-нибудь сурчетком сюда какого-нибудь. Какого-нибудь сюда... Допустим, вот такого. Давай вот так. Опять же, геометрию добавим. Вот раз. И все. Там у нас внизу кроссовки. Здесь куртка. Куртка до талии. Здесь у нас виден переход от талии к бедру. Здесь геометрическая форма. И смотрите еще, девчонки. Я говорила вам о том, что если у нас большая грудь, то под мышкой мы сумки не носим. Но... Да нет, себе можно. Я объясню, почему. Смотрите. У нас здесь разбивается цвет леопардовой курткой. И эта штука, сумка называется багет, идет на контрасте. То есть, если у нас в едином цвете все или очень похоже, то мы так не носим. А если у нас есть контрастность, да еще и разбивка по вертикали, вот так, то можно сюда и сумку приеначить. Понятно? Но так на контрасте она очень даже и ничко. Все, теперь давай мы с тобой по мере... Пройтись с ним? Конечно, надо. Давай, пройдемся. Еще. Конечно, надо пройтись. Спасибо, что напомнила. Что нужно? Какого? Обгадила. Если мы вот так, например, еще заберем волосы твои. Вот сюда чуть вот низких хвост. Смотри. Иди поближе. Вот. Видишь, тоже как классно. Все забрали. Низкие хвосты. Красив. Отлично. Ну, давай, пройдемся еще. Еще пройдемся, пройдемся и пойдем переодеваться. Юль, что, рука затекла? Юль тут старается снимать еще рилсы параллельно из этого пилит. Так, дальше. Что у нас там было по плану-то? Открыли. У нас швырят джинсы синие, синие паскови. О, и в нашу крючу тут стоит. Давай, давай. Теперь показываю. А ты можешь прихватить черный? Не надо, вот он здесь. Не будем дай походить, как говорится. Итак, значит, смотрите. Во-первых, мы не боимся с вами носить высокую талию. Это раз. Во-вторых, то, что здесь у нас талия не ярко выражена за счет того, что у нас нет V-образного выреза, ничего там страшного нет, мы сейчас этот вопрос будем решать. Значит, первое, что нам нужно решить, это сделать чуть-чуть напуск вот здесь. Но сначала я ремнем это решу. Я затемняю линию талии ремнем. Ну, чтобы не было все ровно. Видите? От груди, талии, все вместе. Затемнила ремнем, сейчас прячу этикетки. Заузила быстренько. Темный цвет всегда поглощает цвет, поэтому смотрим все узенькие. Есть. А, такие. Девчонки, отдайте, пожалуйста, джинсы. Еще одни. Такие же. Дышишь? Послабше вот так все. Попала я. Так, смотрите, раз. Первое, что мы сделали, это затемнили. Есть. Ну, что-то, что-то, что-то хитрое. Дальше смотрите, что мы делаем. Вот у нас уже талия смотрится меньше. Согласись? Есть явно вот. Теперь есть еще один такой прием. Вот здесь мы оставляем заправленную, а вот тут чуть-чуть делаем с боков. Вынимаем. Вынимаем и делаем такой треугольничек небольшой. Так как, смотрите, так как у Вероники не слишком большая грудь, и она, так как у Вероники не слишком большая грудь, и она высокая сама по себе, у нее нет ощущения, что вот если мы вот так выправим, вот так, то она ниже станет смотреться. У нее высокая грудь, поэтому мы так можем. Если у вас большая грудь, так не можем. Или там тяжелая или низкая, да? То мы так не будем. Вероники просто молоденькая, красивая своя грудь. Так, чуть-чуть, я что-то не пойму. Нифига я не вижу. Ну, давай-ка, сделаю. Вот так. Потом сюда просто вот так, уголочек. Вот. А ну? Вот. Смотрите, чуть скрыли, оставили вот это расстояние заметным, и еще убрали по талии визуально. Так, теперь, что мы с тобой хотели надеть сюда? Сейчас я вспомню. Да, пиджак. Длинный. А, стой, попу мы не показали красивую. Блин, хотели попу показать здесь. Эй! Внеслась просто. Роскошно внеслась. Попой в кадр прямо. Значит, смотрите теперь по попке. Насколько важно, чтобы правильно была кокетка. Так, как бы мне так развернуть? Все, отсвечивает я ничего. не вижу. Смотрите здесь, как красиво. Значит, в чем фишка? В том, что вот тут кокетка под углом, девочки. И когда есть этот угол, попа, во-первых, смотрится более круглой, не такой плоской. Вот мы смотрели одну попу с вами, хотя это та же самая попа, а теперь другую, но в других джинсах. Кокетка под углом, попа круглее, есть объем. Дальше, размер карманов здесь не слишком высокий, а, не слишком большой, и размер карманов не слишком большой здесь. Видите, он средний размер карманов. Они такие геометрические, не расползаются никуда. И еще важный момент, они находятся выше, чем на джинсах, в которых пришла непосредственно Ника. Поэтому попа у нее смотрится выше и круглее. Просто за счет правильной кокетки, правильно расставленных карманом. Все, больше ничего не нужно. Ну и, конечно, высота посадки тоже решает, потому что там, где у нас самое узкое место, там и должны у нас начинаться джинсы, чтобы талию максимально подчеркивать. Все, дальше чуть тут выправили. О! Молодец! Так, ушко освобождаем, открываем. Так, все, и теперь смотри, Ника, мы с тобой надеваем жакет, да? Давай! Так, и смотрим, что тут у нас. Вот тут у нас. Вот у нас такой же хулиганский стик. Здесь максимально мы открываем, делаем V-образный вырез. Вот так, может, чуть-чуть подальше. Значит, что мы тут сделали? У нас есть... А что тут застегнуть? Наоборот, надо расстегнуть. Смотрите, почему надо расстегнуть? У нас есть вертикаль синего цвета, которая вытягивает цвет по росту, соответственно, эта штука стройник. У нас есть затемнение в этой области, причем это затемнение у нас читается только по черному цвету, поэтому талия здесь у Наташи читается по вот этому расстоянию, соответственно, уже она выглядит, вот я даже на видео вижу, насколько она выглядит реально узенькой. Следующий момент. Нам нужно сделать от талии раскрешение вверх и раскрешение вниз, чтобы максимально акцентировать курскую талию, поэтому мы вот здесь открываем и у нас V-образный вырез отсюда вверх пошел и здесь чуть-чуть раскрываем, чтобы от центра вниз у нас пошло и таким образом здесь расширяем по одному, чтобы никаких не было дырочек. Тут животик не просвечивался. и еще, что немаловажно, девочки, у нас высота посадки джинс идет непосредственно из этой точки, то есть длину ног мы тоже видим, она никуда не девается, не пропадает. И общий синий цвет на всем вытягивает, даже можем вот так вот растащить и сюда. Здесь все красиво, все красиво, все. И можно так проходить этикетку, и погнали. А там у нас какие? Синие. Вот, там у нас синие кроссовки. Вот они. Да, их видно. Все. Взяли, например, какую-то сумку, рюкзак. Сюда можно вот тот водительный и вжать. А еще сейчас Наташа, ты вот так пройдись рюкзаком, я тебе поддержу этот рюкзак. Смотрите, цветовой акции наделая. Уже не надкошная причина тут. Дебушка. Так, смотрите, у нас с вами синее, бежевое, синим белая гамма. Мы добавляем сюда третий цвет коричневый и поддерживаем синий-коричневыми очками. Вот так все-таки раз, все. И вот у нас такая вот девчонка-хулиганка. Пройдись, пожалуйста, так красиво. Юль, сними, умоляю. Смотри, какая роскошная девчонка. Я прям так ушла. Прям так пошла. Прям пошла. Ну, а что не пойти? Хотела открыть и показать. Все пошла, да? Да, подожди, не уходи пока. Мы с тобой вот как мы делаем. Мы сюда еще добавляем серый, потом с нас серую майку заправляем джинсы, а вот эту рубашку просто сверху надеваем. Ок, ок, как жакет. Заходи сюда, мой друг. Значит, смотрите, тоже, как прикольно. Вот те же, вот джинсы у нас с вами, есть цветовые акценты. Мы опять же сделали вертикаль и очень красиво все подобрали. Прям классно. Прям очень красиво. Можно добавить кепку, это будет более такой спортивный образ кедом. Можно заменить на туфли леопардовые и будет уже другой вид. Давай заменим на туфли и пока с туфельками. Так, почитаем пока в брасске. А где в брасске? Хочу такую синюю рубашку где взять? Князева стор. Рубашки только приехали, девчонки, пока есть в наличии, но торопитесь, потому что я знаю, их много ждали, сейчас все их разберут. синяя рубашка, да, я тоже хочу ее. Кстати, у меня есть красная, а синяя нет. Я себе синюю тоже возьму. Юля меня не любит, сидит, сидит в углу и не любит меня за это говорит. Ах ты ж. Я тут работаю надежду. Рубашка не длинная, она состоит, есть отдельно баска продается, отдельно рубашка, просто они из одной ткани, можно сделать комплект, а можно их разбить. Так. Вот, посмотрите, с туфлями, как это выглядит. Раз. И тогда у нас уже такой более секси вариант и узкий мыс. Мне надо повторять, да? А, ну все хорошо. Видите, узкий мыс и ножечка такая стройная и легкая сразу, когда у нас острый мысик, очень красиво и легко нога смотрится. И потом, важно, когда не обтянуты у нас попа джинсы, миляшки не обтянута нога в свободной форме, выглядит легко. Вот, какие красивые у меня девчонки. Так, мы с тобой что не пробовали? Давай, пока ты пройдешься здесь, а мы сейчас быстренько глянем, что мы можем еще тут... так, так, вот рубашка без баски, как она выглядит. Здесь тоже мы вертикаль цвета, сюда хочется черный ремень. Добавим. Чуть-чуть затемнить это место, выделить его. Давайте еще один раз. Добавили. Этикетку заправили. Сейчас пойдем выдержать. У нас еще красный костюм. Почему? Мы еще не пробовали. Не расходимся, девочки. Добавили и у нас здесь появился акцент. А там фон. Причем мы взяли обычную майку на дворцовку. Видите, как прикольно. Пройдись чуть-чуть и пойдем дальше переодеваться. Блин. Техасский рейнджер. Это каждый раз говорю. Это каждый раз. Девчонки, по секам поскребите, не для голубых очей. Должны были приехать. Когда же они со склада уже все привезут, я не знаю. Но честно, они уже на складе лежат неделю точно. Сейчас все будет. Продолжаем наряжать размер 50-52. Создавать стильные образы для девочек. Так, юбку мы... Да, юбку. А сверху мы... Сейчас придумаем, что надеть. Так. Вот у нас какая красивая девчушечка. Мы надели сверху тренч. Тренч тоже у нас свободный. Но фишка в чем заключается? Он достаточно длинный. Мы его для Веронички бы подрезали сантиметров на пять. На подгибку, наверное, да? Где-то так. Подрезали бы его. Тогда мы могли бы видеть красивые кеды за этим плащем. Пока их не видно, не наблюдается. Но ничего, это временно. И, смотрите, теперь мы застегиваем это все раз. Берем вот этот ремень, который у нас в штанишках. Вынимаем. Так интересно наблюдать, как у меня появляется маска и слетает. Появляется и слетает. Я то бабушка, то девушка, то бабушка, то дедушка. Дедушка? Девушка, блин, дедушка, да. Дедушка. Соседушка. Да, Степа? Там внутри есть. Значит, что нам с вами дает вот этот вот, ну, вертикально, да? Дает вертикально роста, вытягивает максимально. Вообще, девочки, не бойтесь носить что-то, что вытягивает силуэт. Вот я сейчас покажу как раз на Наташе. У нее, опять, чуть-чуть не в том месте она сделала ситами, но я ей поправлю. Как вытянуть бедро? Это очень классно рабочая инфекция. Так. Все, последнее, куда-то достигли. И берем прям черный ремень, а чего бы нет. Да, блин, не прячься. Да, блин. Прячься, пожалуйста. Этикетка. Прячься. Нам здесь не надо. Да, блин, не прячься, она. Ладно. Смотрите теперь, что мы делаем. Вот у нас есть темный цвет здесь. Мы возьмем с ней черную сумку, а вот отсюда, вот с боков, чуть-чуть назад уберем. А вот здесь чуть-чуть так. Черную сумочку. Вот это вот наше с тобой, да. О, спасибо большое. Очки черненькие. Поддержали все в нужных местах, цветах, цветом. Вот. И, пожалуйста, добавили геометрии. Сам по себе плащ геометрической формы. Это раз. Дальше ремень черный, тоже геометрической формы. И пряжка у него геометрическая. Здесь у нас с геометрической формой серьги. И сумка тоже с четкими углами. И погнали. Здесь могут быть туфли с острым мысом, а могут быть и какие-то кроссовочки. Можно даже тут больше расстегнуть. Указать цвета немножко дать. Красную помаду или винную нанести на губы. И тоже будет красиво. Чем больше у нас вот этот вырез будет, тем лучше. Вот. Не обязательно все пуговицы прямо сразу застегиваться. И дальше еще такой момент. Можно чуть-чуть ручку опустить. Открыть руки вот здесь. И вот тут просто затянули или подвернули. Я не знаю, какой у вас там плащик будет. Да. И показать ручки. Но при этом, девочки, важно, чтобы вот когда вы идете, опусти ручку вот так. Чтобы расстояние это было не здесь, на фоне талии, чтобы у нас вот здесь объем весь не концентрировался. А чуть ниже. Вот так видите. И все. Можно сюда, кстати, красную кетку добавить в эту виллю. Вот она. Она нам чуть подтянет по росту и вот с этим агентом заиграет вместе. Вот. Одну мышку открой. Вот. Классная какая. Все, давай на проходку. Ну все красиво, хорошо. Вот спасибо. Хорошо, положительно. Так, я тебя отпускаю сегодня или мы что-нибудь еще. Может быть. Ты можешь попробовать вот сюда красную кетку. Это интересно. Слежим прям. Сверху накинь. Посмотрим. Любопытно. Молодцы. Так. Пойдем. Значит здесь, что мы и не ем. Смотрите. Вот тут у нас с вами нужно как раз правильную линию бедра выстроить. Вот иди сюда. Вот так. Смотри. Когда мы вот так надеваем юбку. Вот так. Вот. Вот таким углом она у тебя. Короче. У нас какая история. У нас с Наташей сильный перепад между талией и бедром. Я вам это говорила. Да. То есть талия узкая, а бедро прям хорошее, широкое. Тут у нее где-то 48, а тут 52. Ну два размера разницы. Видите. Она когда надевает юбки, они чуть-чуть в этом месте болтаются у нее. И когда они сваливаются, они образуют такой овальчик вот здесь. Раз. Поэтому я говорю, Наташа, чтобы не было вот такой линии, лучше ее сделать по прямой. Смотри. Вот я ее делаю по прямой. И, например, добавляю ремень, чтобы прям максимально заозить талии. Сразу меньше. И нет ощущения живота. Потому что когда у нас, смотри, вот так, да? Сразу ощущение, что тут как будто животик. Например, светлый оттенок тут сверху. И он как раз его рисует. Нам нужно выровнять линию на самом узком месте и чуть-чуть ее заталить. Дальше. Вот это место, смотрите, если бы у Наташи шла юбка карандашом вот так, то у нас бы очень здорово открылись бы бедра и их тяжесть. А нам нужно было спрямить. И у нас вот сейчас по прямой юбка идет. Назад возвращаемся. Сзади. Погоди-погоди-погоди. Назад. Два шага. Делаем полный рост. Чтобы видимо было. Назад возвращаемся. Прикольно, кстати. Да. Вот смотри. Раз. И вот она максимально вытягивает ноги. И это бедро вот так размазывает по вертикали вниз. Все. И уже нет такого ощущения. Так, что мы сверху можем с тобой накинуть? А, тут у меня есть одна идея. Ну секундочку. Сейчас. Мы померим. Мы можем накидывать синюю рубашку. Вот, бля. Ну и та джинца тоже. И та джинца. Вот мы сейчас все и померим. Так, первый вариант. Мы накидываем синюю рубашку. Здесь мы можем. Здесь мы можем заправить ее только. Ну вот так, например, классно смотрится она. Дальше мы можем заправить ее впереди. Только спереди заправить. Вот так оставить, да? Руки мы здесь как раз уже открыли. Вот. И можем, например, попробовать сделать так, как мы все. и все остальные. И сейчас. Один вариант. Другой. Мы посмотрим на контрасте. У нас должно неплохо смотреться. Ну-ка, вы приемль быстро. Помощница моя. Смотрите, у нас здесь на контрасте светлое и темное. объединяется все у нас строчкой у нас здесь вот бежевая строчка здесь есть оттенки бежевого джинсы и здесь есть синий прокрас темно-синий который неплохо сочетается с кубкой по цвету и у нас лубка на высокой талии и ровно до этой талии заканчивается куртка сюда не хватает джинсовый синий темно-синий наши кепки забрали обязательно войдешь не думаю девочка давай накидывай так это у нас с тобой один вариантик такой пройдись так а давай попробуем еще темно-синюю надеть смотрите тут возникает вопрос такого содержания у нас эта куртка до бедра и нужно нам сейчас понять хорошо ли будет с твоим акцентным бедром смотреться когда вот длину именно совпадет или вообще нет то есть надо понять да да или нет нет уже мне пора выезжать время 5 часов я уже должна быть в центре москве сейчас на встречу я сегодня вообще ничего не успеваю давай-ка посмотрим запала на бедре или нет вот здесь смотрите чтобы не было вот тут сильного объема очень сильно хочется закатать рукавички облегчить уже полегче более так лайтово добавляем там сумочку приду смотреть и очень даже красиво все будет смотреть так ну что пройдись пожалуйста да так и тут мне надо девчонки уже закругляться мы хотели еще что-то показать но время уже пять часов мне пора выезжать давай быстренько покажем все здесь смотрите как прикольно весело задорно у нас получилось так ну и дальше можно ее внутрь можно снаружи я девчонки вас искренне благодарю спасибо большое за эфир всем пока целоваю hear o терп 스탄 терп терп это